Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью Рашворд. Сегодня 25 апреля 2022 года, 60-й день, то есть ровно два месяца с момента начала активной фазы войны России против Украины. Время 8.26 по киевскому времени у нас на связи Руслан Рогованов. Добрый день, Руслан. Добрый день. Но для начала информация о потерях. Как всегда, на сегодняшний день потеряно оккупантами 873 танка, личного состава 21 800 человек, 8 кораблей, 2238 бронемашин, 179 самолетов, 154 вертолета, 480 артиллерийских установок, 1557 автомобилей и 147 реактивных систем залпового огня, 69 средств ПВО, 191 беспилотник, 76 цср с топливом, 27 единиц специальной техники, 4 единицы ОТРК. И тут вот, Руслан, прошла очень интересная информация. Это на сегодняшний день, наверное, самое главное. Как сообщает Financial Times, Путин по информации от инсайдеров из Кремля потерял интерес к переговорам с Украины и переходит к стратегии захвата земель. То есть стремится захватить как можно больше территорий. Financial Times – это не желтая пресса, это как можно прокомментировать? То есть теперь они будут буром переть, что ли? Или уже плюнули на ЛДНР, на угло, на все? Будут пытаться захватывать всю Украину, так? Юра, нет, не совсем это, конечно, так выглядит, но в принципе, я не знаю, кто там ожидал от него переговоров, честно говоря. Я, например, не ожидал, это было понятно, потому что будет сопротивление. Вопрос какой? Если бы мы легли и лапки разложили в стороны, да, тогда бы, может быть, он бы согласился на переговоры, а мы не согласны. И соответственно не получается ничего. Теперь другой вопрос. По поводу того, что перед буром, смотри, на сегодня в Харьковском направлении ввели еще дополнительную группировку увольств, уже с буквы ООО, которые были, висели на там, Сумы, Чернигов и так далее. Сейчас эту группировку переформатировали и ввели на Харьковском направлении, то есть на усиление. Они все равно решают те задачи, о которых они говорили. Они пытаются сейчас пробить Восток, коридор Крым и Юг Украины. Как будет развиваться ситуация по Днепру? Ну, это будет уже понятно. Не в нынешнюю кампанию. Нынешние кампании не поставили задачи себе взять Мариуполь, пробить в Крым. И вряд ли у них это получится, но тем не менее, желание у них такое есть, они там пытаются всеми силами, всеми правдами и неправдами этого добиться. Золсталь. Как бомбили, так и бомбят. Более того, готовятся к штурму, собирают войска рядом. По всем направлениям на протяжении, то есть, ну, если за 7 дней продвинуться на 2 км, а это бурятская бригада продвинулась за 7 дней на 2 км. Вы сможете представить уровень того, что у них не получается уровень сопротивления. И так, в принципе, везде. Отбиты там направления по Матьевке, отбиты направления по Мариуполю. Но вчера было заявлено, что собирается группировка в Херсонской области, которая направлена на Кривой Рог. Кривой Рог готов к встрече. Вчера Пасха. Готили опять ракеты. Удары ракетные были. Прежде всего по Кривой Рог, аж 9. Ну и по другим городам, тоже там Николаевские взрывы. В Херсоне переоделись в украинскую форму. Стреляли по мирному населению, чтобы создать картинку, чтобы заставить их уйти в референдум. Люди пытаются с Херсонской области выехать. Колонна очень большая стоит, их не выпускают. Русские разворачивают назад и отправляют всех обратно. То есть Россия ведет чисто захватническую войну, которая вот сейчас прирастает территориями, условно. Да. Но она была такая изначально. То есть это было ожидаемо, что именно к этому оно все повернется. Понятно. Такой вопрос. Прошла информация и были фотографии о том, что именно из Киева, что там установлены противотанковые заграждения. Ну, я так понимаю, это было с первого дня. Ты же говорил, что Киев превращен в крепость. Что поменялось? Почему сейчас об этом заговорились? Ничего не меняется на сегодняшний момент. То есть усиливаются отделены. То есть пойми, есть понятие гражданской жизни. Сейчас у него 20 лет Киева. Нужно восстанавливать гражданскую жизнь. То есть нужно, чтобы дороги работали, чтобы люди ездили. Но то же самое время сохранить безопасность. То есть идет переформат о безопасности, построении новых защитных сооружений и так далее. для того, чтобы можно было ходить в любой момент. Но при этом не создавать коллапсов в городе. Понятно. Теперь вопрос. Давай так. При количестве 9 миллионов, ну там, пусть 106 миллионов, пусть из них 3 вернулось. При количестве 3 миллионов, понимаешь, если у тебя через каждые 100 метров были стоять противотанковые режимы, ну, было отмамо не наездиться. Понятно. Теперь вопрос такой. Прошло сообщение сегодня в 4 утра, что в Брянске на территории нефтебазы произошел пожар, но никто не называет никаких причин. Причин. Есть какая-то информация, что это было? Ракетный взрыв. Брянск. 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 100 километров от границы Украины. Ты же понимаешь, у них же там в Брянске в лесах, кто там, кто компакт, кто еще. Я ж не знаю. То есть это не информация? И смотри, то есть, ну, нас вчера обвинили опять очередной раз на каком-то программном пропуске, что мы там, что в белорусскую БСС опять снаряд попали. Ну, ждем себя обвинять сейчас нас в том, что, то есть, и нефтебазу тоже мы взрывали. Ну, мы, значит, мы хорошо, мы не будем сопротивляться. А часовню тоже я развалил, так называется. Да. Ну, знаешь, там хватается у них, извините, на заражение, как я скажу, рукожопых. Других слов просто нет, которые умудряются курить не в положенных местах. Причем правда. Знаешь, еще, я говорю, это можно говорить, писать только на русском, это, наверное, общеславянская такая тенденция, да, там еще Гаши и Паршвей, как писал. Тут тоже любите покурить в тротиловом складе. Поэтому это, наверное, такая общая болезнь. Но, тем не менее, это существует. Даже если наши СССР нанесли удар, ну, мы же не можем воевать на чужой территории. Не воюем на чужой территории. Тюртонсгель. Понятно. Теперь очень неприятный вопрос. Как известно, Германия собиралась поставлять танки «Леопард-2», потом Шольц запретил, решили поставлять танки «Леопард». Это вообще танки 60-х годов, очень уязвимые. Теперь и на это наложили Шольц, и это Шольц запретил делать канцлеров ФРГ. Что происходит вообще? Ну, а интеллектуалы Германии обратились к Шольцу, чтобы заставили Украину, чтобы она сдалась России. Допустим, они свои влажные мечты куда-нибудь в свое глубокое место и забудут о существовании нашем. Смотри, ситуация запростая. Бюргеры — это бюргеры. Они очень боятся после войны и после того, как их наказали после Второй мировой войны. И они на сегодняшний день, в принципе, типа ШТК, они все не цельные, они все умеют. Отсутствует кусок человека, да, по сути дела. То есть они боятся. Я не знаю, как это назвать это таким чувством. Но они не хотят вступать в войну, в любом виде. И основа для них на сегодня — это сохранение своих бюджетов. То есть опять же, их так уже приучили деньги, покрываясь впереди всю. Иногда и от факторов накладываются. Ну и плюс, очень забываю, что исторически Россия всегда была сырьевым предателем Германии. Всегда. Всегда. Ну, кроме прямых столкновений, но опять же, тут была не Россия, а СССР. Не надо путать. Это два разных формирования. Совершенно разными людьми. А вот именно Россия всегда предатка Германии. И вот здесь очень страшно другое. То есть немцы, вот это по совокупности факторов, немцы и боятся, и не хотят, и делают все возможное, чтобы не помогать Украине. Они себя не воспринимают Украину как... Ну, опять же, не все. То есть это в большей степени за те, которые рожденные в Восточной Германии, те, которые воспитаны в Восточной Германии. Кстати, которые многие из них на сегодня находятся в системе управления общей Германии. И они не воспринимают Украину как самостоятельный государственный. Да они Германию-то не очень. Да они и Германию-то не очень воспринимают как независимый государственный государственный государственный. Но вот у них выбор в Советский Союз, и они пытаются... В общем, как многих людей, причем во всем мире, Россию ассоциируют с Советским Союзом. Понятно. Теперь вопрос такой. Произошел беспрецедентный визит в Киев. Подчеркиваю, именно визит. Это госсекретарь США Энтони Блинкин и министр обороны Ллой Тостин. Причем, я подчеркиваю, это было не по видеосвязи, не телефонной связи, а они прибыли именно в то время, когда Россия обстреливает территорию Украины и Киев в том числе. Есть какая-то предварительная информация о том, о чем договорились или пока нет? Встретились, переговорили, потом все расскажут. Но ты понимаешь, вот я бы так не подавал их приезд, как ты. После того, как побывал Джонсон, после того, как побывал премьер-министр в Британии, после того, как побывали премьер-министр всех участок из остальных стран в более худшей ситуации в Украине, то в принципе это ничем не грозило на сегодняшний день. Ну, как и с ним, не больше, чем кому-нибудь то-либо. Даже, грубо говоря, Австрия прилетала на переговоры, пусть там в интересах Путина и в интересах Австрии прилетали на переговоры. Все что-то не по видеосвязи, все прямые переговоры. В данной ситуации, вот теперь у нас Америка соизволили быть. И будем надеяться, что все-таки ускорится процесс. Просто если сейчас ускоряются по поставкам оружия, все, ну, недостаточно. И там много, я уже тогда рассказывал, то есть это и логистика связана, и с законодательством связано, мы видим, каждого государства, да, и так далее, и так далее, и так далее. Нам на сегодня то очень надо, потому что нам это к ранним срокам нужно успеть не только привести, а еще вступить в бой. То есть это тоже, это тоже бюрократ, это тоже проблема, это тоже логистика, которую нужно довести и не попасть еще под удары России. Поэтому я думаю, что переговоры были в ключе, во-первых, на какую примерно поддержку рассчитывать, во-вторых, опять же, это мое личное восстановление, во-вторых, на какую поддержку может оказать по переселенцам, то есть по беженцам Америка, а какую поддержку Америка может оказать по восстановлению. И прежде всего, то есть и что она может помочь именно с технологиями с производством. Америка была готова помогать, я думаю, что не будет помогать только с технологиями. Вот. Ну, эти все общие вопросы были с предметом переговоров. Ну, что-то значит дальше, мы узнаем уже официальное заявление. Понятно, но я не спрашиваю откуда, я не спрашиваю как, я просто прошу ответ да или нет. Все-таки оружие поступает или нет? Какое? Я же сказал, я деталей не спрашиваю, не задаю. Ну, ты официальную информацию читаешь, какое-то поступает. Понятно. Ты же там говоришь, Германия не дала леопарду. Ну, падла Германия, что я могу сказать. Ну, это открыто, они уже заявили, что не дадут, что безобразие, я считаю. Понимаешь, Германия после Второй мировой войны действительно ни разу никому не давала оружие. Ты должен понимать. Но в то же самое время, понимаешь, мне не это бесит. Что же они дадут, не дадут, то хрен с ним. Первое. Мы с тобой в начале там бесед наших, нужно посмотреть, записывала, что Германия и Франция гнали товар в военные товары в России. И можно говорить, что они не дают никому оружие, если это значит, что они продавать. Системы наведения, системы оптика и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, фактически подготавливая Россию к войне. Да. И рассказывать сказки сегодня о том, что они вот такие белые пушистые. Ну, я бы, например, не стал бы, не ставил на веса, сколько они вложили в Россию, в войну, именно в войну. Да. И сколько они сегодня готовы защищать цивилизацию. И этот вопрос, я думаю, еще возникнет дальше больше. Но пока вот такая ситуация. Вот и все, наверное. Почему? Потому что тут уже нужно смотреть цифры, брать блокнотик и писать, а кто сколько чего сделал. Чтобы понимать, а кто вложился, кто не вложился. А Лен Длис, обещанный Америкой и уже утвержденный Сенатом, он заработал или нет? Да, саможеты мотаются, но что входит в понятие в Лен Длис? Лен Длис – это же не только Кирилл, война. Лен Длис – это вообще поддержка, да, и технологии, и все, и все. То есть не забывай, что мирно-никрандиозного шокера по пищевой проблеме. Да. В Украине нет и не будет, в России нет и не будет. И на сегодняшний день мир может остаться голодным. Это очень серьезно. Да. Мы вчера об этом говорили. Действительно, это не шумки. И теперь вопрос. Почему люди остаются голодными? Было бы у нас достаточное оружие, мы бы уже выгнали бы в Россию. Уже поселились. Так что, если будут немцев отдорожать продукты питания, то пусть они идут к Шольцу, к Меркелю и спрашивают с ним. Это естественно. И я сейчас могу не просто присоединиться к словам Руслана, а сказать, что господа политики, в том числе и в моем родном Израиле, и в том числе и в Германии, в том числе и во Франции, в том числе и в Соединенных Штатах, вы внимательно еще раз переслушайте то, что говорит Руслан. Он правильно говорит, что Украина сейчас цивилизацию защищает. И проблема голода – это ваша проблема, это вы ее создали тем, что вы не помогаете Украине. Да украинцы победят, это нет сомнений. Но как долго это будет продолжаться? В Украине не будет в этом году урожая. А в России что? Мы вчера говорили про пальмовое масло. Забыл только добавить, что пальмовое масло является основой производства не только шоколадной, грубо говоря, как и кондитерской продукции, но прежде всего это основной продукт для производства натурального масла и молока. Так что я еще раз говорю – помогайте Украине. И хотя бы для начала снимите вот эти идиотские запреты на платежи. Ну, я не показываю сейчас письма, которые мне присылают подписчики, но для того, чтобы просто-напросто не светить людей. Мы уже которое время бьемся с Русланом для того, чтобы из Израиля прошли платежи. Я задаю вопрос, когда это безобразие прекратится? Сегодня еще хлеще мне из США сообщают. А я тоже не мог перевести Руслан. А давай вот я тебе брошу, Юра, а ты переведешь с Русланом. Ребят, спасибо. Конечно, я тоже не могу перевести. Когда прекратится это безобразие? Что это в конце концов такое? Да, вы на Россию наложили санкции, правильно наложили. На минуточку. А при чем тут Украина? Это Украина напала на Россию? Вы что творите? Нет, ты понимаешь, я не думаю, что санкции. Я не пойму, почему. Потому что, понимаешь, одни же стран проходят без проблем, а другие стран не проходят. Нонсун. Нонсун. В общем, это заканчивать пора. Ладно. Руслан, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Знаешь, когда мы спасем? Знаешь, когда мы спасем цивилизацию? Когда мы наведем порядок в финансовой системе. В общем. Это точно. Это точно. Когда мы вернемся, когда мы отменим индийское изобретение и перестроим на другое, на другие совершенные отношения, тогда мы перестроим цивилизацию. А пока мы будем все равно, независимо от того, кто победит, мы все равно живем в цивилизации фиантных денег. Да. Руслан, спасибо огромное. Друзья, я напоминаю всегда, выводы делать только вам. Второе. Помогайте Украине. И третье. Слава Украине. Героям слава. Перемога будет за Украину. Аминь. До встречи, друзья. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok